привет всем зрителям и подписчикам моего канала а в этом видео я покажу и расскажу про вот такие вот ордена и вы узнаете за какие подвиги собственно бойцы могли получать вот такие вот награды также в этом видео сейчас я покажу интересный лот который был выставлен на аукционе виолити очень серьезный такое только можно конечно увидеть на в разных музеях и очень-очень редко по проходам на аукционе так что смотрим лот и потом рассказываем про данные ордена поехали необычный комплект попал на аукцион с фотографиями орденами очень серьезными сейчас больше 300 человек следить за данным лотом ну и в принципе интересно по стоимости сколько наберет такая серьезная позиция можно посмотреть с какими рейтингами участвуют участники ну довольно большие рейтинги и количество в лоте описание самое интересное можно посмотреть фотографии которые здесь прикреплены по данному лоту на самом деле у нас например даже в харькове не всегда в музее вот в историческом выставлены такие награды да вот но у нас сириум герой социалистического труда конечно с одной стороны как так можно торговать продавать такие вот вещи не оставлять их например в семье но с другой стороны ведь есть люди которые чтят память которые интересно которые изучают историю которые транслируют рассказывают и могут более скажем так уважительно отнестись возможно даже в музее где-то разместить ну пусть в каком-то частном музее или в таком что может каким-то образом демонстрироваться но вот посмотрите потрясающий просто орден ленинг ну эти юбилейные медали вот собственно документы герой социалистического труда городская книжка интересно даже просто поизучать посмотреть как выглядели эти документы как выглядели сами ордена фото вырезка дюйма вот такой вот необычный интересный лот посвященный человеку который сделал немного для государства для страны советских граждан можно сказать я буду рассказывать и показатель ордена не сам я так как я лишь подписчикам канала константина шаповалова я пригласил его ко мне на канал в эфир рассказать про данные ордена и сейчас вот он прокомментирует расскажет так как это конкретно его тема экспертность не очень хорошая орден красная звезда был учрежден 5 мая 1930 года постановлением президиума цик ссср центральный исполнительный комитет ссср в данном случае у нас красная звезда ну вообще нужно сказать что это один из почетнейших орденов в системе наград советского союза он был учрежден сразу после орденов ленина боевого красного знамени трудового красного знамени то есть третья четвертая фактически награда это красная звезда мы видим здесь номер 204 362 это пятка это ленинградский монетный двор это звезда достаточно редкая это награждение приблизительно сорок третий год начало сорок третьего года вы видите два луча пострадали их пытались восстанавливать но в любом случае это ничем как бы ну скажем значимость этого ордена значимость этой награды не уменьшает скажем так уж сильно пятка это орден достаточно редкий и такой небольшой номер говорит о том что это самый разгар великой отечественной войны и в сорок втором сорок третьем году было намного сложнее получить орден красной звезды чем когда это уже было сорок четвертый год скажем массированное наступление советских войск массированное наступление советской армии ну скажем при таком вот массированном наступлении советской армии и бегстве фашистских войск было проще получить такую награду Вот 42-й год, 43-й год, это говорит о том, что это не так просто. Вот следующая награда у нас Орден Отечественной войны 2-й степени. Впервые награда была учреждена в 1942 году, и она впервые в наградной системе Советского Союза появилась награда со степенями. В данном случае это Отечественная война у нас 2-й степени. Учреждена была награда Отечественная война 1-й и 2-й степени, потому что нужен был конкретный устав для конкретных подвигов и для того, чтобы награждать бойцов, которые отличились. Орден Отечественной войны 2-й степени номер 310 тысяч, это тоже 43-й год, это Ленинградский монетный двор. Я хочу сказать, за что четкий был устав, разработан, за что давалась такая награда, именно Орден Отечественной войны 2-й степени. Я прочту несколько пунктов. Кто уничтожил огнем артиллерии огневые средства противника и обеспечил успешное действие войск. Далее, кто ночью снял сторожевой пост, дозор противника или захватил его. Кто из личного оружия сбил один самолет противника. Кто, борясь с превосходящими силами противника, не сдал ни пяди своих позиций, нанеся противнику большой урон. Кто захватил и привел на свою базу транспорт противника. Кто уничтожил огнем артиллерии не менее двух самолетов противника. Кто своим танком уничтожил не менее трех огневых точек противника, тем самым способствовал наступлению нашей пехоты. Вот такой вот устав по этому Ордену. Очень интересная награда. И еще раз хочу сказать, это 43-й год. Это самый разгар Отечественной войны. Не так просто было проявить себя, чтобы получить вот такую вот награду. Вот вы видите, гайка тоже из серебра, 8,57, сколько грамм. Здесь вторая гайка, 9 грамм. Гайка тоже делась из серебра. Точно так же, как и Орден, 925-я проба. И у нас осталась медаль за оборону Сталинграда. Вот такая вот медаль, которая была выдана всем, кто оборонял Сталинград. Вы знаете, что под Сталинградом впервые попал в плен Фридрих Паулюс, фельдмаршал Гитлера и 24 генерала. И около 100 тысяч пленили солдат и офицеров противника под Сталинградом. Вот такая вот еще медаль за оборону Сталинграда. Вот боевая медаль. Уже позолота фактически 13,19 грамма. Ну, она из латуни. Но позолота уже практически тут почти не видно. От времени уже стерлась. Вот такая вот боевая медаль. Очень ценная награда. Очень паянное ухо. Очень ценная награда. И все бойцы, которые получали такую награду в народе и среди своих коллег военных, ветеранов, пользуются, пользовались особым уважением. Потому что Сталинград, это немцы говорили, это был ад. Ад и для них, и бои под Сталинградом был ад и для советских солдат и офицеров, в том числе для вооруженных сил Советского Союза. Вот такое видео подготовили и вас. Спасибо большое Константину, что рассказал про данные ордена и медали. В целом, если тема такая интересна по фалеристики, заходите к нему на канал, в Константин Шаповалов. И я буду рассказать на этом канале разные темы, раскрывать, показывать для вас что-то очень интересное. Также ссылочку на аукцион Виолити, где можно смотреть и какие-то лоты себе приобретать, я также оставлю в описании. Ну что ж, друзья, спасибо, кто посмотрел это видео. Ставьте лайки. Всем пока.